С панорамы видна лишь малая часть Бишкека. Остальное скрыто густой темной дымкой. Город как будто под куполом. И такой воздух вдыхает жителей столицы. И такая картина в столице на протяжении многих лет. В городе уже давно стало трудно дышать. Этой зимой на столицу часто опускается туман, который сливается со смогом. И низги не видно. Концентрацию вредных веществ измеряют в Крыгызгидромедцентре. Для этого в разных частях столицы установлены датчики. Всего их семь. По результатам наблюдений в месяце ноябрь в Бишкеке были превышения по таким показателям, как оксид и диоксид азота, формальдегид, пылевые частицы, ПМ-10 и сам пыль. Для каждого загрязняющего вещества определена предельно допустимая концентрация. Это концентрация, которая в течение длительного воздействия на организм человека не вызывает каких-либо патогенных изменений или всяких заболеваний. Если вещество превышает эту предельно допустимую концентрацию, считается, что это опасно для здоровья. А такой показатель был превышен в полтора раза. Причина в промышленных выбросах и выхлопных газах. В столице зелени все меньше, а машин все больше. Двигатели множества микроавтобусов работают на дизеле. Дома, промышленные объекты топят углем. Непонятно, что жгут бани, которых очень много в центре. Дымит и ТЭЦ. Правда, там говорят, что это не дым, а пар. Он белый. Не так давно теплоэнергоцентраль реконструировали. И там появились новые технологии, позволяющие во много раз уменьшить вредные выбросы в атмосферу. За этим делом идет очень строгое наблюдение. То есть ПТО у нас все время держит на контроле. То есть все наши выбросы, они соответствуют предельно допустимым концентрациям. То есть и этот вопрос при модернизации тоже был учтен. И вот, как я ранее уже сказал, что были установлены новая система сфера очистки, которой в Кыргызстане, ну и, наверное, в Средней Азии нет еще. Превышение в полтора раза говорит о многом. Вдыхая такой воздух, граждане наносят значительный вред своему здоровью. А выбора нет. В особенности страдают дети и пожилые, асмасики и аллергики. С загрязнением воздуха, конечно, возникает различная реакция человека. Это зависит от возраста, от состояния здоровья, наличия заболеваний, наследственности. Ну, естественно, наиболее чувствительны это дети и вот старшее поколение. Но число заболеваний, ну, мы из литературы и из исследований других городов, это известно, что, да, с загрязнением воздуха увеличится число респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. Когда строили город, учитывали так называемую розу ветров, чтобы ветер с гор сдувал все выбросы в сторону. Сейчас же этот процесс нарушен. Появилось много высотных зданий. Не это план на детальной планировке города, который бы это учитывал. Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС.